Идея нашего разговора Во-первых, давайте вспомним, как идет работа с Git-репозиторием Мы создаем какой-то репозиторий, возможно имеющийся, клоним Возможно так, возможно сяк Давайте склоним ради интереса Ой, что это было? Вот, с какого-нибудь GitHub'чика, ну не знаю Ну вот, ну это нет, тут я запушить не смогу Вот отсюда что-нибудь такое склоним Ну вот Вот какой-нибудь Ох, это плохой пример Я не очень хорошо его Ну вот прошлогодний пример этого самого Значит Вот мы клонируем какой-то репозиторий Вот А, ну давайте так Да что? Вот, наконец-то Чего? Извините Схаженный ключик мне нужен Вот Вот Значит вот мы клонируем какой-то репозиторий Возможно не клонируем А делаем 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 Гитпул Что в общем одно и то же Потому что Ну клонирование Это создание пустого репозитория Пуляния оттуда всего Правда это еще и создание Создание вот этого конфигурационного файла В котором будет отмечено Да Куда мы пулюм Откуда мы пушим Откуда мы пулюм Вот уру Это пул Вот откуда мы берем И с чем мы межимся Вот А нет Извините Это ремонт А это основной Основной бранч Вот Значит Дальше Мы что-то сделали Допустим Мы там что-то поменяли Неважное Вот Воз Значит Значит Сейчас мы Сохраним этот самый файлик В репозитории А Минус М Заболчил Минус Вот Всего лишь на все И говорим GitPush Смотрите Мы можем сделать Несколько изменений На самом деле Вот давайте так Совершенно не обязательно Это должно быть ровно Одно изменение Ну допустим Вот Значит его еще раз Надо закоммитить Закоммитить Вот И у нас получится Что мы впереди Нашего репозитория Вот он На regionmaster Вот Мы впереди него На Два коммита Что собственно GitStatus нам тоже скажет Вот И теперь мы Берем GitPush И в результате Оба из этих коммита Приезжают к нам на сервер Точнее сказать В наш публичный Репозиторий Который мы Собственно И Показываю Показываю Да Значит Вот такая Такая Несложная процедура Значит Пул Дальше цикл разработки Едет коммит Едет коммит Дальше пул Если Потому что Бакфикс Это постоянная Разработка Короче говоря Нам понадобится Разделить Работу По Модификации Текста На Две части Исходного кода И делать это Параллельно Один человек Или одна группа Работает над одним Кусочком Другая над другим Или один человек Работает над одним Другой над другим Вот Важно Что в случае Распределенной системы Распределенного Гита Как в Распределенной Господи Прости Распределенной Системы Контрольной версии Как гит У нас Есть Но не рекомендуется Практика Когда все Люди Пушат в один Тот же репозитор Это в общем Не принято Принято по другому Принято Значит Пушат в свой Собственный Публичный Репозиторий А потом Как-то Уведомлять Того человека Который отвечает За самые Главные Репозитории О том Что работа сделана Патчи сделаны Пускай он их принимает Вот И один из способов Принять такую работу Это собственно Замержить Две ветки То есть Слить две ветки Разработки в одну Вот Ну Значит Да Те кто был на семинарах Страдайте Ну или по крайней мере Скучайте Потому что я буду повторять То что было На семинаре Вот Ну просто ради того Чтобы оно было Не только на семинаре Но и у нас Вот тут Вот Видео Вот Значит Ну предположим Значит Мы берем Какой-нибудь файлик Не знаю какой Какой угодно Ватт Ватт О это файл с цветами Но это наверное Не очень интересно Что у нас есть Такое Чтобы можно было Ну вот Ну вот Какой-то файл Да Значит Это файл Кстати сказать Это генерат Это Это генератор Файла rgb.p Из файла rgb.txt Вот Ну допустим И вот допустим У нас есть Две ветки разработки У нас сейчас Branch Master Значит мы говорим Git Branch Branch Ну допустим Ну там Не знаю Documentation Вот Documenting У нас Получается Два Бранча И в одном Бранче Идет дальнейшая Разработка Да что ж Такое rgb.txt rgb.p Вот Значит В одном Идет дальнейшая Разработка А в другом Мы параллельно Запустили процесс Документирования Он там тоже Как-то идет Параллельно Что мы здесь Делаем Ну мы Наверное Должны Ну например Не здесь Это у нас Только Конверт Значит Вот здесь Вот Вот Print Что-нибудь такое Конверт Допустим Нет Нет Не тут Ну не важно Ну не важно В конце концов Не важно Тогда Их убираем Значит Вот мы Пишем Что-то Дорабатываем Какие-то Дальнейшие Действия Там Днем Делаем Вот Давайте еще Какой-нибудь Янт Проверяем Что это все Работает Я думаю Что работает Да Вот оно Работает Значит Наш Новый Код Показывает Наш Новый Код Показывает Что Мы Добавили Две Строчки Мы Говорим Git Commit Что Вот Значит И мы говорим Что вот мы сделали Тем временем Тем временем Происходит Документирование Этого Всего Безобразия Вот Обратите Внимание На то Что Это Другая Ветка В ней Мы еще Не сделали Все Того Что сделали Сейчас Вот И в этой Другой Ветке Мы Безобразие Документируем И соответственно Не мы Тот второй Да И соответственно Он тоже Редактирует Этот файл RGB2 Который Вот Вот этот Вот И вместо Значит Икс Вот куда-то Сюда Вносит Такое Изменение Что Вот Мол Нужно Поставить Тут Какой-то Ну скажем Внутри Кода Документарий Комментарий Про то Что Значит Это У нас Функция Которая Вызывается Только в случае Прямого Исполнения Этого Кода Да Типа Use Python Минус М Как фамилия Файла Что я сказал не так Ой Сказал Минус 0 А у нас будет минус Итак У нас есть Два Две Верки Которые Мы Разрабатывали Параллельно Они Друг от друга Вот Они друг от друга Отличаются Вот этими Финальными Комментами Если мы сейчас Скажем GitDiv То мы увидим Что для того Чтобы получить Из одной ветки Другую Нужно проделать Некоторую Работу То есть Надо Ну вот Это то Что было сделано В той ветке Его надо удалить А значит То что было сделано В этой ветке Добавить Ну вот Такая Штука Обратите внимание Также на то Это нам понадобится Что Все вот эти Изменения Делаются Относительно Того файла Который был Раньше То есть Относительно Их общего предка Да Надо взять Общего предка А нет Не так Надо удалить Значит Для того Чтобы получить Один Для того Чтобы получить Из документинга Мастер Надо из документинга Удалить вот это То есть Спуститься до общего предка А в мастер Добавить вот это Общего предка Я загнул Тут не обязательно Просто Для того Чтобы одно из другого Получилось Да Если мы сейчас Будем мержить Этот код Мы получим В общем Неприятную ситуацию При которой Эти два изменения Друг на друга Не накладываются Почему? Потому что Они сделаны В рамках одного И того же контекста И Ну вот смотрите Вот Контекст этих изменений Вот эти Вот эти вот строчки Их Их много Да Три до Две после Понятное дело Что Да Контекст Вот этих изменений Тоже в общем Эти три строчки Да Три до Две после Соответственно Изменения сделаны В одном и том же месте Если мы попытаемся Сейчас замерзить Получится ерунда С другой стороны Это не ерунда Потому что На самом деле Такая Ну Последневная жизнь Современных Современных Разработчиков Вот Что Что именно мы делаем Мы говорим Git merge Документ Так И получаем Так называемый Merge commit Господи Прости Merge conflict Вот у нас Git решил Помержить Файл с двух веток И сказал Что нет Автоматически Merge Невозможный Он при этом Сотворил С Файлом rgb2p P Довольно Интересную вещь А Ну кстати Можно теперь Хы Можете Вот так Сделать Да Вот Вот какую Вещь он с ним Сотворил Обратите внимание Вот на эти Вот строчки Волшебные То есть Когда Merge commit Не удается Составляется Такой файл Который Похож на Выдачу Команды Div3 Вот Который Сравнивает Три файла Значит И команда Div3 И то что мы Видим Процесс Merge Это собственно Результат Попытки Взять старый Файл Наш файл Файл Того места Откуда мы Merge И превратить Вот это В файл Который Похож на Это и на Это Поскольку В нашем Случа Это невозможно У нас Контекст Совпадает То у нас Получился Получился Вывод Похожий На вывод Команды Div3 В котором Вот такой Меткой Размечен Тот кусок Который Невозможно Смержить Из Нашей Ветки Из Хеда Вот А Вот такой Меткой Размешен Кусок Который Невозможно Смержить Из Той Ветки С которой Мы Принимаем Коммит Да Вот Обращаю Ваше Ваше Внимание На то Что Если Если Коммиты Оказались Неконфликтующие То они Бы Принялись Ну Давайте Сейчас Мы Пресетим Это Дело И Сделаем Еще Один Коммит Который Рабочий Во-первых Посмотрим Что у нас Получилось Вот У нас Получилось Что В результате Мы Создали Файл Вот этот RG2 PP Ну Не мы А Попытка Померзить Но он Мало того Что Мало того Что Еще не добавлен В коммит Разумеется Он не добавлен В коммит Вы видели Его исходный Код Он не на питоне Он Странный Вот Он еще Специально Помешан Как Помечен Как Unmerged Да То есть Мы Еще Не Удовлетворили Здесь Меж Давайте Его просто Удалим Вот Напоминаю Что Reset Minus Hard Без указания На какой Коммит Мы хотим Поресесть Reset Нас На текущий Head А вот Это И есть То Что Отличает Нас От Head Вот А Если Мы Указали Коммит Что Мы Поресетили Нашу Историю Вообще Куда Туда Вглубь Но Мы Не Хотим Давайте Мы Сделаем Что Давайте Мы Убедимся Что Убедимся Что Сейчас Скажу Что Что Если Коммит Не противоречит Не конфликтует То Он Отлично Принимается Пример Мы Это Знаем Но Просто Давайте Создадим Также И Принимающийся Коммит Значит Этот Документинг Вот Где Где Нибудь Здесь Можно Написать Вот Так Я думаю Что Этот Коммит Он Зайдет Вот Теперь У нас Два Коммита В Документинг И Один Коммит В Масте Давайте Кстати Я не помню Объяснял Или я Про теги Давайте По-быстрому Про них Объясню Для того Чтобы Не Отличать Коммиты По их Вот Такому Бессмысленному Коммит Вот И Тогда Мы Можем Например Сказать Git Div Вот Так Это Наши Изменения А Можем Сказать Вот Так Вот Это У нас Значит Старт Документации Это Я Просто Так Чтобы Этот Тег Зашел Кстати Давайте Посмотрим Как Это Выглядит В Кугите Вот Ох Как Тут Много Всего Вот У нас Мастер Красненький И вот У нас Документинг Черненький Вот Значит И где-то Тут Еще Тег Должен Болтаться Не Вижу Тег Не Вижу Ну Ладно Фиг С ним А Жалко Я бы хотел Я хотел Что он Тут Был Ну Ладно Может Еще Так Можно Да Вот Тут Тег Виден Ладно Смотрите О Вот Тут Видно Что Есть Тег Тест 2 Вот Значит Ну Кстати Ну ладно Вот Видно Хорошо Попробуем Попробуем Все-таки Померзиться Померзиться С Нашим Документингом О О Смотрите Он говорит Что Межконфликт Ну давайте Межконфлик Чтобы исправить Чтобы исправить Этот Межконфликт Давайте Отредактируем Этот Все-таки Файл Как мы Доредактируем Перед нами Два Изменения Которые Невозможно Слить Потому что Потому что Они Сделаны Внутри Одного Контеста Мы Должны Сделать Это С помощью Собственной Головы С помощью Собственной Головы Мы Наверное Делаем Так Мы Наверное Считаем Что Вот этот Комментарий Должен Быть Здесь А Вот Это Должно Быть Здесь Как-то Так Говорим Get Add Ну Или Вот Так Вот И Git Commit Обратите Внимание Что Я Не Пишу Commit Message Потому что Commit Message Мне Пропишет Сам Git Он Скажет Что Мы Мержимся С Бранчем Документинг Он В качестве Комментария Напишет Что Там Произошло Какой Бранч Мы Мерчим Что Что Мы Сделали Мы Ну В общем Вот Вот Обратите Внимание Что Теперь У нас В истории Получилось Четыре Commit Три Сделанных Нами В каждом Из Бранчей Два В Одном Один В Другом И Еще Так Назваем Бранч Меж Коммит Который Который Собственно Наличие Которого Приводит К вот Такому Графу Вот Это место Собственно Это и есть Наш Мерж Коммит Мы Взяли И Смержили Две Ветки Вот У нас Один Коммит Вот Два Других Ветки Документинг И Вот Мы Смержили Чем Эта Идея Хороша А чем Она Плоха Значит Или Даже Не Так Идея Иметь Несмерживаемые Автоматические Ветки Это Не Идея Это Суровая Реальность Мы Всегда Будем Иметь Ветки Которые Автоматически Несмержены Иногда Бывает Не Так Уж Просто Понять Глядя На Один Только Тридив Почему Он Такой Получился В случае Если Это Сложный Контекст В Исходном Коде Хотелось Бы Иметь Примерно Такие Ж Перед Собой Исходные Данные Как Собственно В Утилите Див 3 Утилит Див 3 Напоминаю Сравнивает Три Файла Старый Новый И Второй Новый Фактически Мерж Делает То же Самое Сравнивает Исходный Файл Который Общий Для Обоих Веток Наш Файл Который Изменили Мы И Файл Из Ветки С которой Мы Мержимся Который Изменил Кто Те Места Которые Совпадают Не конфликтуют По Контексту Он Просто Мержит А вот Те Места Которые Конфликтуют Он Из них Делает Собственно Вот Этот Див 3 Иногда Нужно Видеть Все Три Для Того Существует Мета Инструмент В Который Называется Мершту Вот И этот Самый Мершту Запустит Вам С правильными Параметрами Какую Нибудь Утилиту С помощью Которой Можно Посмотреть Эти Самые Три Различия Ну В смысле Эти Самые Три Файла Общий Предок Наши Изменения Чужие Изменения И как-то Этот Мерш Упростить Для вас Вот Давайте Мы Проделаем Значит Мы Просто Удаляем Мерш Коммит Да Вот Этот То есть Давайте Пресетимся Вот сюда А Нет Не сюда Мы Где Мастер Надо Было В мастере Тоже Пометить Старт Его Ну Ладно Мы Наверное Знаем Где мы Мы Вот тут Да Мы Вот Здесь Да Вот Собственно Там Два Коммита В документе И мы От них Отличаемся На Зачем Я Сделал Там Метку Старт Я Не знаю Извините Что-то У меня Видимо Она Не нужна Значит Ну Хорошо Значит Смотрите Я Что Сделал Я Сейчас Перебил Вот Эти Вот Этот Весь Мерш Который Был У нас Из Ветки Документинг Сюда Вот И Проделаю Этот процесс Еще раз Сейчас Дайте Скажем Gitstatus Ради Проформы Все Чисто Получив Вот Этот Самый Мерш Конфликт Но Сейчас Я буду Допускать То что Называется Merch 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 Tool Да Git Merch Merch Tool Вот Обратите Внимание На то Что Это Мета Инструмент То есть По умолчанию Он говорит Вы можете Выбрать Любой Из этих Инструментов Для того Чтобы Заниматься Мерж И это Все Название Каких-то Программ Вот Как видите В системе Как минимум Стоит Одна Из тех Которые Он любит Он любит Кадев 3 Вот Многие Любят Кадев 3 Вот Ну Давайте Его Запустим Значит По умолчанию Видите Он подумал Подумал И рекомендовал Нам Кадев 3 В качестве Такого Инструмента Не умеет Ну Хорошо Не умеет Не умеет Интересно Что ему Не понравилось Давайте Попробуем Запустить Дубой Какой-нибудь Мельда Ой Дата Лос Ежер Ну Хорошо Это даже Странно Я Честно говоря Я не тестил Ни то Ни Другое А ну вот Мельд Пожалуйста Мельд Запустился Что там Скадев 3 Не знаю Фиг с ним Честно говоря Не тестил Значит Смотрите Что перед нами Нарисовано Перед нами Нарисовано В условно Красивом Виде Старый Файл Правка Которая Была Сделана В Ой А я Что к чему Мержу Сейчас У меня такое ощущение Что я Мержу Не то Ну сейчас Давайте Посмотрим Так Ну не важно Пока не важно Сейчас я потом Покажу Значит Старый файл Правка Которая Была сделана В одном Репозитории Правка Которая Была сделана В другом Репозитории Как видите Для того Чтобы это Сделать Гид Просто Добыл Все варианты Все варианты Сюда А потом Когда мы Скажем Что мы Наш Мерж Закончили Он Значит Его Эти варианты Ну Поудаляет Вот Мы можем Просто взять И Повставлять Вот таким Вот образом А Вот он не хочет А Ну тут понятно Что Тут понятно А вот здесь Вот он думает Что я заменил Эту строчку А я ее не заменил Дорогой А как тут Это сделать Ой 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 мамочки Нет Вот Ну в общем Такой инструмент Пользоваться Я им Честно Сказать Не умею Он Видите Такой Весь Сеографический Он Как видите В этом Графическом Виде Показывает Какие-то Изменения Как Вот это Перенести Прямо Сюда Я Честно Говоря Не знаю Он Видите Что Он его Выпихивает А я Хочу Чтобы Он Вставлен Ну да Ладно А вот No Хорошо Кадив 3 У нас Не запустился Ну на самом Деле Наиболее Такой Крошесносный Но при этом Наиболее Полную информацию Придает Обычный Редактор Вот Правда Он конечно Выглядит Довольно Устрашающе Но в принципе Это устрашение Ну как бы Не должно Нас пугать Потому что Видим мы Ровно Те же Три файла Одна Сторона Старый Файл В котором Не было Ничего Другая Сторона В которой Были Обе Правки Да Ой Давайте Еще раз Я случайно Что-то Закрыл Что Все Вот Значит Да Смотрите Причем В отличие от Вот этих Графических Интерфейсов Где там Что-то еще Рисовалось Какие-то красивые Картинки Я с ними Не справился Здесь В общем Все Предельно Понятно Вот это Вот это Что Было До Всего Это Наши Правки Которые Мы Внесли Вот Это Правки Которые Внесли Документаторы Да Значит Правка Одна Из Правок Которые Внесли Документаторы Видите Она Помечена Серенким Она Просто Отлично Сработала Никто Нас Ничего За Это Не винит А Другая Правка Превратилась В 3D Синтекс Который Нам Замечательный Вим Опять-таки Отметил Кстати Обратите Внимание Кусочек Кусочек Вот этого Патча Вот этого Коммита Он Тоже Приехал Вот А здесь Вот Тот самый Конфликт Который Мы в прошлый раз Разрешили И мы разрешаем Точно так же Вот Сохраняем Эти файлы Остальные Файлы У нас Остальные Файлы У нас Удалились Вот Обратите Внимание Что Остался File.arig Это то Что было Раньше Вот На всякий Случай Его Надо Просто Удалить Ну вот А здесь Сказать Git От Ну да Точка И Git Коммит Вот Значит Путь Был Более Долгий Но Мы Получили Ровно Ту Самую Картину У У нас Есть История В которой Есть Три Коммита Из Двух Разных Репозиторий Бранч Приехавших И Мерш Коммит Который Их Объединяет Вот Они Вот Значит Общий Предок Вот Коммит В Мастере Вот Два Коммита В В Документ Там Документ 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 И вот Мерш Коммит Он Обозначен Буквой Мы В чем Неприятность Подобного Рода Подхода В том Что на самом Деле Если мы Будем Постоянно Бранчить И Мершить То У нас История Разработки Перевратится В такой Граф В котором В процессе Мерш Коммит Модифицируются Те изменения Которые Сделали Люди На Ну В своем Бранче Да Ватс И Хорошо То Что мы Видим Ровно Тот код Который Написали Люди Работы Над Этим Бранчем Плох То Что Каждый Мерш Коммит Это Модификация Такого Коммита Вот И Ну И Потом Знаете Вот Вот такая Картинка Она Ну Страшноватая Когда у вас Куча Куча Бранчей Они То Параллельно Существуют То Сливаются Один В другой Получается Такой Страшный Граф Это Хорошо Если Нам Действительно Чтобы Разработка Была Например Какой-нибудь Бранч Девелопмент Бранч Этот самый Отдельный Девелопмент Отдельный Там Допустим Ну Как бы Ре 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 Что-нибудь Реструктуризация Не знаю Что Короче говоря Я Зайду С другой Стороны Вот В разработке Обычно Бывает Два Две Примерные Ситуации Для чего Мы делаем Бранч Первая Ситуация Это Когда У нас Действительно Есть Несколько Параллельных Процессов Разработки Которые Потом Надо Сливать А потом Дальше Продолжать Вот Человек Поработали Поработали Влили В свой Прешивый Сорс Основной Мастер Бранч И дальше Стали Работать В этом Случа У нас Будет Такой Прешивый Сорс Мастер Бранч Для всего Это Во-первых Это Бранч По умолчанию Просто Вот А во-вторых Это Такой Куда Мы В основном Только Мержа То есть Если Происходит Если Реально Большой Проект То В Мастер Бранч Никто Вообще Не комментистно Примует У нас Есть Команды Которые Работают Над Бранчами Связанными С разными Деталями Разработки А какой-то Такой Крутой Чувак Который Очень круто Умеет Читать Исходный Код И понимает Как это Надо Делать Он Это Дело Читает И Мерж Долгое Время Линус Этим Занимался Сейчас Грек Этим Занимается Короче говоря В случае Ядра Линус Короче говоря В большой Команде Мастер Бранча Вообще Говоря Даже Особо И в них Никто не комитит В них Только Мерж Другие Комит Вот Значит Рангом Пожиже Не знаю Мастера Не бранч Или не мастер Но тоже В общем Такие Постоянные Бранчи Это когда У нас Идет В них Вот Непрерывная Разработка Но Есть Вторая Ситуация Зачем Нам нужен Бранч Например У нас Возникла Какая-то Бага И эту Багу Мы Фиксим Значит Не важно Какая Важно Что Мы для этого Сделали Бранч Вот Пришел Человек Который Его сделал И он Сидит Отлаживает Выискивает Эту Багу Искал 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 Нашел Багу Он Нашел Теперь Надо Весь результат Его работы Вкатить В Основной Основной Век Проблема Стоит В том Что Пока Эта Бага Искалась Возможно Она нашлась Там Через год После выпуска Понятное дело Что человек Работал С тем Исходником Который Был Год Назад И Нашел Багу Там И Если Мы Теперь Будем Межиться С результатами Его работы Внезапно Окажется Что Его Комит Он Он Будет Отмечен В нашей Истории Как Очень Старый Потом Что-то Происходило А потом Мы Меж Комитом Этот Очень Старый Как-то Исправляем То есть Если Мы Межем Создаем Временную Ветку Для того Чтобы Что-то Там Поправить В исходном Козе И потом Эту Ветку Межем Причем Тот Исходный Код Который Мы Правим Достаточно Старый То Можем Получить Неприятную Ситуацию Когда Меж Комит Большой А Найти Собственно Тот Комит Из-за Которого Меж Происходил В истории Довольно Тяжело Обратная Ситуация Когда У нас Комит В той Ветке С которой Мы Межем Совсем Совсем Новый То Никакого Дерева Собственно Не Создается Ну вот смотрите Допустим Вот мы Сейчас Все Слили У нас У нас Нет Тик Хочется Сказать Тик У нас Ветка Ветка Документинга Ветка Мастер Сейчас В одинаковом Состоянии Если Мы Сейчас В ветке Документинга Сделаем Какую-нибудь Еще Правда Ну давайте С 20 Но с тем же РЖБ 2 Тупый Тупый Да Вот Ошибочка Значит Напоминаю Тему Из прошлого Занятия Что нужно Если я хочу Прямо сейчас Переписать Историю Я хочу Взять И поправить Вот этот Коммит Месседж Я могу Сделать Вот так Вот Что при этом Произойдет Я просто Переналожу Текущий Коммит На самом деле Я текущий Коммит Ну давайте Сейчас Я покажу Одну вещь Вот этот Коммит Был 1 2 D 3 И Кончался На F5 Если я Сейчас Переналожу Текущий Коммит Где тут Минус Минус Амин Был Ну хорошо Если я Сейчас Переналожу Текущий Коммит Старый Текущий Коммит Затрется То есть Мы сейчас Формируем Новый Коммит На месте Старого Даже несмотря На то Что мы Не поменяли Исходного Кода Вообще Мы пофиксили Только Коммит Мест Это будет Совсем Другой Коммит Он начинается На другую Цифру Заканчивается На другую Цифру Вот Так вот Это я к чему Это я к тому Что сейчас У нас Ну или можно Вот так Сейчас у нас Эти две ветки Отличаются Только тем Что Документейшн Слегка Впереди Мастера На Одну На один Коммит Плохо видно Давайте лучше Кугит Скажем Вот Смотрите Документинг Впереди Мастера Мастер красненький Документик Теперь черный Документик Впереди Мастера Всего лишь На один Коммит Если мы Сейчас И причем В мастере Ничего Про этом Не происходило Если мы Сейчас Замержим Документинг То Никакой Петли Никакого Мерж Никакого Мерж Коммита Вообще Ничего Не будет Почему Потому что Мы Ой Будет Ну вот Мерж Коммит Ну вот Соврал Ну ладно Значит Понятно Почему Потому что Ну да Ладно Собрал Значит Ну вот видите Даже Какой-то Фикс Который Состоит Из одного Коммита Все равно Для того Чтобы Для того Чтобы Его Ну вот Видите Да Для того Чтобы его Поправить Мы Должны Создавать Сразу Два Коммита Смотрите Первый Коммит Это Наш Коммит Из Бранча документов Второй Коммит Это Мерж Коммит История Усложняется Мерж Коммиты Пестрят Мы не знаем В случае Если этот Коммит Был Давно Как давно Он был Что там Происходило В общем Все печально Но Но есть Способ Лучше Этот способ Применим Тогда Когда У нас Нету Необходимости Использовать Вот этот Второй Бранч В данном Случа Называется Документинг Как Мастер В том Смысл Что Даже Если мы Публикуем Мы Не рассчитываем Что Над этим Бранчем Будет Работать Кто-то Кроме Документаторов Грубо говоря То есть Он не Предназначен Для того Чтобы люди Из него Делали Вывод О нашем Продукте Он Временный Этот Бранч Он Не Мастер Если Значит Как Только Этот Бранч Закончен Например Этот Бакфикс Как Только Работа По Нему Закончена Он В принципе Уже Не Нужен То То есть История Разработки История Бакфикса После того Как Бакфикшен Вообще Говорю Нас Уже Не Интересует Вернее Не Так Нас Эта История Интересует В Историческом Плане Нас Не Интересует Возможность Продолжать Этот Бранч Дальше Бранч Был Сделан Он Был Временный Он Был Сделан Ради Того Чтобы Пофиксить Багу С Документацией Еще С чем Мы Его Помержили В основную Ветку И Больше Мы В общем Им Не Интересуемся Его Можно В принципе Даже Удалить В этом Случае Мы Можем Позволить Себе Переписать Историю Коммитов В Этого Бранч Давайте Мы Сейчас Немножко Откатимся Назад Откатимся Ну Ладно В общем Тогда Значит Давайте Немножко Откатимся Назад Потому Что Все Эти Безменения Которые Мы Сделали Они Конечно Бессмысленные Беспощадные Вот Куда Нибудь Вот сюда Откатимся Прям Да Обращаю Ваше Внимание Что Git Reset Это Тоже Изменение Истории Это Удаление Каких-то Ее Историй Частей Более Передележащих Вот Что я Сделаю Сейчас Это Вообще Запрещенный Прием Я Возьму И перепишу Историю На публичном Сервере То есть Если Кто-то За время Пока Я Вот сейчас Вам все Это Объясняю Пофоркал Мой репозиторий Вот в том состоянии В котором он был То Он внезапно Сейчас окажется Впереди меня И у него будут Большие проблемы Чтобы потом С этим Сохранизоваться То есть Так делать В принципе Нельзя Просто я знаю Что это у нас Репозиторий Учебный И тот Мусор Который Я наплодил На самом деле Там не нужен Вот И поэтому Я это делаю В принципе Да Вот Что я сейчас Сделал Я обнулил Ту историю Которая была После Я специально Подглядел Патч После Последней Содержательной Правки Теперь Значит Попробуем Воспроизвести Ситуацию Когда у нас Есть Мастер Ветка И временная Ветка Содержимое Которое Нужно Только на Время Решения Задачи По там Вот Бакфиксу Документирован Чего-то Такого Ну допустим Мастер Ветка Значит Не надоел Еще RGB2 Парить Не надоел Значит Что мы там Делали Мы делали Вот этот Принт Да А нет Не так Извините Давайте Соблюдать Последовательность Значит Смотрите О А тут Вся 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 Это Байда Лежит Да Очень Хорошо Тогда Нет Тогда Все Хорошо Тогда Я зря Это Сделал Смотрите Вот Значит Вот У нас Есть Какой-то Какой-то Батч Ну Что-то Что мы С этим Делаем Да Там Не важно Что Вот Значит Смотрите У нас Есть Мастер Который И у нас Есть Документинг Который Который С этим Мастером Имеет Некоторые Общие Корни Но Давно А может И не Имеет Кстати Если Не Имеет То Блин Мы Не Помержим Даже А Нет Помержился Черт Извините Извините Сейчас Все Сделаем Так Ну Вот Простите Я Поторопился И теперь Надо Будет Еще Раз Тест Вот Значит Если Мы Сейчас Помержимся С Нашим Документингом То Получится Такая История Что Поскольку Вот Этот Коммит Более Свежий По Очереди По Времени То Все Коммиты Которые Делались Документинг Они Будут До Него То Есть Будет Выглядеть Так Как Если Бы Мы Сначала Пофиксили Багу Сначала Задокументировали А потом Добавили сюда Добавили сюда Какие-то Изменения В Реал Лайфе Это Иногда Бывает Конфликтная Ситуация Почему Потому Что Ну Как Обычно Устроено Вот У вас Есть Основной Код И Вот У вас Есть Набор Патчей Или Каких-то Изменений Которые К этому Основному Коду Применяете Кто В Кого Должен Мержится Если Я буду Мержить Набор Патчей Набор Изменений В Верку С основным Кодом То Патчи Будут Вот эти Изменения Будут Приезжать Туда Вниз Потому Что Основной Код Изменился А у Меня Как бы Вот Этот Набор Патчей Только К Старой Версии Вот Получится В общем Неправильная Идея Потому Что На самом Деле Я хочу Запатчить Текущую Версию Более того Когда я Мержу Мне показывают Несколько Состояний И я Из Несколько Состояний Сделаю Новую Такую Чтобы Мой Мерж Коммит Как раз Патч На Увес Вот С другой Стороны Я не дорожу Той Веркой Все Для чего Она Нужна Это Чтобы Применить Те Коммиты К К Текущему Состоянию Чтобы Хранить В ней Какие Действия Которые Нужно Проделать Для того Текущее Состояние Нашего Программного Продукта Превратить В нужный Нам Как бы Вид С помощью Тех Тех Коммит Которые Там Лерат Вот Так вот Нам на Помощь Приходит Приходит Команочка Которая Называется Гип Ча 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 Нет Я забыл Сейчас Вспомним Ребет Вот Что делает Rebase Очень хорошо Видно Просто из ManPage Rebase Полностью Переписывает Историю Нашей Временной Ветки То есть Допустим У нас Есть История Основного Репозитория И история Нашей Топиковой Ветки Которая BugFix Documentation Еще чего Общий Коммит У них Е Дальше В Мастере Было Еще Два Коммита И Ветки Было Еще Три Коммита Rebase Перешивает Перенакладывает Те изменения Которые Вы Сделали Как Если Вы Их Делали Прямо На Свежем Мастере То есть Фактически Он Наследует Он Переписывает Историю Таким Образом И Позволяет Вам Вручную Доредактировать Изменения А те изменения Которые Автоматически Делается Делает Сам Переписывает Историю Таким Образом Что у нас Ветка Топик Оказывается Хранит Коммиты Которые Отлично Применяются К Вершине Ветки Масти В отличие От Мержа В котором Вот эти Коммиты Остаются Неизменными А все Изменения Все То Что Оказалось Загонфликтовано В момент Разработки Уходят В мерж Коммит Rebase Меняет Сами Коммиты Они Теперь Другие То есть Он Полностью Переписывает Историю Ветки Топик Вот Превращая Ее В такую Историю Как Если бы Эта Ветка Разрабатывалась Прямо На вершине Мастера И Это Хорошо Вот Значит Надо было Конечно Показать Пример Удачного Rebase Ну да Ладно Покажу Пример Неудачного Rebase Что Что мы Должны Сделать Мы Должны Сказать Сейчас Давайте Почитаем Опять Man Откуда Значит Какую Ветку Куда Пришить Git Rebase Master Documenting Что при этом Происходит При этом У нас Мы переключаемся На ветку Documenting Откатываемся До начала Общего С Мастером Commit И потом Применяем Все те Commit Которые В этом Документе Есть Но На вершину Мастера Я думаю Что Вот тот Конфликт С тем Что было В мастере Мы сейчас Увидим Вот Что при этом Происходит Смотрите Два Из трех Отличий Которые Мы сделали Применились Не применился Только третий Ну собственно Как и ожидалось Конфликт Вот здесь Как и ожидалось Мы видим Всю ту же Картину Да Мы видим 3D Файл Который нам Нужно Руками Отредактировать Как Нетрудно Догадаться Мы можем Использовать Merch Tool Для того Чтобы этот 3D Поразрешать Вот Вот он Да Ну Тут слава богу Нам все понятно Тут Вот у нас Значит Старый вариант Вот этот Посрединке Вариант Документированный А здесь Надо как-то Слить Ну в общем Не вопрос Не вопрос Но Это еще не все Смотрите Что нам Говорит Rebase Rebase Может так Случиться Что в вашем Rebase Есть цепочка Патчей И не все Из них Прикладываются И вам Каждый раз Когда Rebase Отваливается На состояние Файлинг Нет Не файлинг Вот Файл To merge Вам нужно Проделать Вот эту Вот Ручную Операцию Поэтому Мы сейчас Находимся В состоянии Перманентного Rebase Не приходящего Мы уже Поправили Файл RGB 2.py Мы должны Его закоммитить А уже Можно Скоммитить Да Мы должны Его закоммитить Вот А даже Нет Тут Адер Мы Достаточно Они Уже Закоммит Да Вот И Сказать Get Rebase Minus Minus Continuum О Смотрите Внезапно Все три Патча Наложились В том числе И тот Который По идее Должен был Не наложиться Но мы его только что пофиксили Обратите внимание Как выглядит история В истории Нет Merch Коммитов Все патчи Которые Были В Rebase Ветке Все Коммиты Которые были В Rebase Ветке Вот они Три Теперь Переписаны Таким образом Что они Во-первых Новые Во-вторых Наложены После Того Что было Того Что было В Мастери Вот они Их кстати не три Их больше Их больше На самом деле Сейчас мы увидим Их сколько Их пять Раз Шесть Два Три Четыре Пять Их шесть Во Шесть коммитов По отношению К мастеру Из них один Только надо было Переписать Но мы его Переписали Еще какие-то Antracking Changes А Да Antracking Changes Это Rig Файл Который Образовался После Обработки Его Надо Удалить Вот Теперь Нет Antracking Changes Видите Значит Вот Это Ветка Мастер Это Пять Коммитов Которые У нас Поверх Мастера Сделаны В Поверх Мастера Сделаны В ветке Документинг Вот А вот Этот Коммит Это тот Коммит Который Был Сделан В мастере Уже После Того Как Документинг Был Изменен Вот Это Их Общий Предок Вот Получается Что Да При этом Ветка Документинг Как следует Ожидать Полностью Изменилась Она состоит Из совершенно Других Коммитов Эти Коммиты Теперь Сделаны Поверх Нашего Мастера И История История Давайте еще раз Пугит запустим История Мастера Вот она Чистенькая И сухая Видите Вот А Нет Это еще Документик История Мастера Вот Значит Да Смотрите Выходит Так Что у нас Есть Одна Как бы Линия Разработки Просто ветка Мастер Заканчивается Вот здесь А документик Заканчивается Вот здесь Теперь Осталось Что сделать Если мы Хотим Мы сейчас Разумеется Находимся В ветке Документинг Вот Если мы Хотим Теперь Всосать Эти изменения В ветку Бранч В ветку Мастер Мы просто Говорим Give Merch Документинг И В отличие От предыдущих Ситуаций После Rebase У нас Даже Merch Committer Не образуется Почему Потому что Помните Картинку У нас Одна и та же История Разработки Просто Мастер Заканчивался Чуть раньше А документик Чуть позже Ну мы Помежились Теперь Они оба Заканчиваются В одном и том же Месте Вот Нас Kugit Сейчас Напишет Вот видите Обе ветки Обе ветки Являются Одной и той же Историей Разработки Вот Таким образом Если бы Мы Опубликовали Ветку Документ Или Скажем так Кто-то По глупости Эту опубликованную Ветку Себя бы Склонировал У него Начнутся Сейчас Проблемы Потому что Фактически Мы переписали Всю эту историю Такие дела Вот С вашего позволения Я Наверное Еще раз Скажу И все Вот Но здесь Вроде бы Понятно Так Сейчас посмотрим Там Где-то Наверное Есть какие-нибудь Диалогики Да Заребейс Это Там Все Так Вот Вот тут В комментариях Говорят Что Заребейс Заребейс В публичном Репозитории Сделают Это Это Чистая Правда Вот Но Еще раз Повторяю Если Наша Ветка Не Если Наша Ветка Временная И Не Предназначена Для того Чтобы Из нее Кто-то Что-то Там Клонировал То Это В общем Не Наша Проблема Более Того Если Допустим Это Вообще Ваш Локальный Репозиторий То Вы Можете С локальной Веткой Сделанной В локальной Репозиториях Творить Что Угодно Просто Не Надо Такие Вещи Публиковать Или Огораживать Со словами Ребята Это Значит Вот Будьте Добры Меж Меж С мастером А Вот В эту Ветку Не лазьте Это На Наш Внутренний Кур Вот Так что Все Так Значит Вот Значит Это Rebase Rebase Нужен Как я уже говорил Для переписывания Истории Что В общем Само по себе Как было Правильно сказано В комментах А та та Вот Но и в том числе Для приведения Этой истории В относительный Порядок Давайте Не буду я делать Ресет А сделаю Лучше другое Смотрите Вот у нас Есть Несколько Ну давайте Даже не так Сделаем Вот у нас Есть несколько Коммитов Которые Мы Последовательно Сделали Вот В частности Изменения С этим самым Файлом Мом.txt Которые имеют Название Тест 1 И тест 2 Вообще говоря Вот эти два Коммита Они Настолько Идиотские Что их Лучше Слить в 1 Ну Потому что Мы взяли А потом Еще раз Исправили Никому Не интересно Что этот Файл Когда содержал Слово Тест Раз уж Он должен Содержать Слово Тест 2 Эти два Коммита Они На самом деле Один Вот Примерно Такая же Штука С Вот здесь Вот эти Два Коммита На самом деле Один А А тут Еще и Да Вот Что мы Делаем Мы Можем Поребейзить Ветку Саму На себя Что такое Поребейзить Саму На себя Как это Получается Ну Обычный Ребейз Который Мы Делали Он Просто Последовательно Применяет Все Коммиты С одной Ветки На другую А сейчас Мы Сделаем Не так Мы Скажем Ну Возьмем Вот этот Вот Мастер Наш Обращаю Внимание Что Все Что Выше У нас Еще Не Опубликовано Вот И Поэтому Мы Можем Смело Творить Что Хотим А мы Хотим Причесать Вот Эту Историю Чтобы Она Выглядела Не так Ужасно Мы Говорим git Rebase Минус 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 Интеракция То же самое Что Минус И И Начиная С какого Коммита Мы Собираемся Переписывать Историю Что Мы При этом Получаем Красивую Картинку Красивая Картинка Состоит Из списка Наших Коммитов Это Краткая Форма Коммит ID Просто Первый По моему 4 байта Вот И мы Как видите Можем Эти Коммиты Каким-то Образом Сливать Вот Что Мы можем Не сливать Вообще Переупорядочивать Что-то С ними Делать Ну Вот Смотрите Типичная Форма Когда Мы Хотим Из двух Коммитов Сделать Один Это Либо Фиксап Либо Сквош Фиксап Позволяет Просто Сделать Из двух Коммит Один Из двух Коммитов Один И Оставить То Сообщение Которое В этом Одном Коммите Было Давайте Так и Сделаем Вот Здесь Вместо Пик Сделаем Фиксап А Вот Здесь Сделаем Сквош Что мы Сейчас Сделали Мы Сливаем Вот эти Два Коммита В один И вот Эти Два Коммита В один Здесь Мы Оставляем Сообщение Тест Это Просто Пропадает А здесь Мы Нам Гид Предложит Отредактировать Это сообщение И Мне кажется Что Тут Да Да Нет Все Нормально Ну Ладно Тем Не Менее Вот В принципе Мы Еще Можем Переставить Коммиты Местами Сейчас Потом Переставим Тут Просто Чтобы Не Запутаться Мы Сначала Сделаем Сливание Вот Я Собственно Вышел Из Предыдущего Файла И Ребейс Уже Происходит Но Тут Он Говорит Смотрите Вы Сказали Засквошить Два Коммита Там Написано Fix Module Dox А Здесь Написано Fix Documentation Again Что Какой Должен Быть Какой Должен Быть Коммит Месседж Ну Видимо Вот Такой О Что При этом Произошло Мы Переписали Всю Историю В общем Все Эти Коммиты Новые Вот По крайней мере Те которые Мы Слили Точно Новые А может Быть И все Значит Вот этот Не изменился Вот этот Изменился Вот этот Не изменился И вот этот Снова Изменился Их Было Шесть А теперь Четыре Раз Два Три Четыре Переписали Историю Получилось Ну Ну Более Менее Вот Что еще Можно сделать Сами С Ребейз Можно Например Взять Просто Поменять Коммиты Местами Если Между ними Нету Зависимости По Контексту А нету Потому что Коммит Который Тест Это вообще Другой файл Это дурацкий Наш файл Мом Точка Текст Если Между Коммит Нет Зависимости По Тексту Мы Можем Смело Переставить Что Мы Еще Можем Сделать Мы Можем Отредактировать Коммит Отредактировать Коммит Месседж Мы Можем Сказать Брейк И Руками Проделать Какую То Операцию Так же Как Получается Когда У Нас Конфликты Ну И так Дальше И так Дальше И так Дальше В общем Читайте Вот Сейчас Мы Еще Раз Это Сделаем Смотрите Переставили Переставили Коммиты Местами Теперь У нас Они Идут В другом Порядке Такие Дела Вот Значит У нас Еще Есть Немножко Времени Для Того Чтобы Заценить Последнюю Тему Сегодняшнего Разговора Значит Это У нас Был Да Естественно Когда Вы Закончили Издеваться Над Вашим Локальным Репозиторием И Превратили Его Историю В Красивую Картинку Настала Пора Его Публиковать То есть Все Это Разумеется Надо Делать До Того Как Делать Пуш То есть Возможно Там В спешке Вы Что-то Закоммитили Не так Где-то Несколько Коммитов Подряд Где-то Еще Что-то Вот Просмотрели Подредактировали Засквошили Все Что Нужно Заревордили Те Неправильно Там Сформулирован Коммит Месседж И Вот Убедились Сказали Что это Хорошо Вот И запушили Такие дела Да Значит Все Это Происходит В Твердой Уверенности Что Мы По какой-то Причине Знаем Где У нас Лежит Та Ветка С которой Мы Собираемся Межить В нашем Случа Это Вообще Ветка Нашего Репозитория В принципе Мы можем Подключить Несколько Репозиториев К Одному И тому Же Рабочему Каталогу И Межиться Между Ними Я Покажу В следующий Раз Вот Значит Ну Это Кстати Довольно Обычная Практика Допустим У нас Есть Обстрим Со Своим Гитом И Вы Со Своим Гитом И Вы Конечно Хотите Межиться С Обстрим А Пуш Вы Хотите Свой Собственный Гит Свой Публичный И Все Правки Туда Тоже Вносить А Обстрим Только Посылать Просьбы Дескать Вот Смотрите Я Хороший Патчик Сделал Примите У меня Патчик И Вот Тут Как Раз Знаем Где Кто И Как Будет Межиться С вашим Репозитори Ответ В общей Форме Вообще Не Знаем То есть Наличие Там Гитхаба Или Чего Такого В случае Если Вы Работаете Просто С Гитом Оно Не Подразумевается Вот Поэтому Ну Хорошо А что Мы Вообще Можем Знать Про Автора Некоторые Программы Ну То есть Мы Можем Знать Его E-mail Если Мы Знаем Его E-mail То Мы Можем Сделать Что Мы Можем Взять Его Программу Похакать Ее Сформировать Так Называемый Патч И Этот Патч Послать Автору Со Словами Смотрите Я Тут Напатчил Твоя Программа Стала Еще Лучше Приложи Патч К Своему Исходнику Пожалуйста Вот Надо Понимать Так Лет 40 Если Не Больше Вот Это Утилит Которые Позволяют Делать Диференс Между Двумя Программами Эти Патчи Применять Они В общем Очень Древние Вот Ну Смотрите Значит Если Пошла Такая Пьянка У нас Еще Есть Время 15 Минут Отлично Вот Смотрите Вот Допустим У нас Есть Какая Программочка Ну Такая Типичная Да Вот У нас Есть Файл С Календарем И Мы С Этим Файлом Что-то Делаем Ну Допустим Ну Допустим Ну Не знаю Меняем Единичку На И На Е Потому Что Иначе Видно Не Будет Вот Теперь Файлы О1 И О2 Они Различаются Как-то Узнать Можно Во-первых Сказать ЦМП Ну ЦМП Да Нам Скажут Да Они Различаются Супер Программа Конечно Можно Сказать Див И Нам Скажут Что В Шестой Строчке Шестую Строчку Вот Такого Вида Надо Заменить На Шестую Строчку Вот Такого Вида Вот Более Понятный Вариант Это Див Минус У Который Нам Покажет Не только Который Нам Покажет Контекст Одинаковый Совпадающий Покажет Строчку Которую Надо Удалить Покажет Строчку Которую Надо Добавить Добавить Еще Немножко Контекста Три Строчки Вначале Две Строчки В конце В формате Див Unified Див Это Называется Див Минус У Указывается Какой файл Из Какого файла Мы Какой Делаем Здесь Указывается Какую строчку Надо В исходном Файле И Какие Строчки В Финальном Файле У нас Попали Под раздачу Шесть Строчек Из них Меняется Такая Слегка Избыточная Информация На самом деле Нифига Не избыточная Относительно Того Как из Файла У1 Сделать Файл У2 Давайте Мы Скопируем Файл У1 В файл Допустим У3 И Сделаем Из него Ну Нет А сделаем Из файла У1 Файла У2 Как Мы Это Сделаем Мы Сделаем Патч У1 А нет Сначала Мы Сделаем Див Див Вот Див О 1 2 Точка Патч Вот Вот Файл Кстати сказать Редактор Вим Отлично Умеет Показывать Разными Цветами Вот Такие Красивые Картинки Вот Значит Так А ну Да Значит Что дальше Дальше Мы можем Сделать Из файла У1 Файла У2 Сказать Патч У1 У1 У2 Патч Программа Патч Зажует Вот этот Файл И применит Вот эти Изменения К файлу У1 После чего Он станет Одинаковым С файлом У2 Вот Вот они Одинаковые Кстати Можно сказать Был Вим Див Вот Это О3 Он Как О1 Да Вот Вим Див Нам Отлично Показывает Различие Мы его Видели Уже Этот Вим Див Мы его Видели Когда Запускали Мерштул Вот А у1 У2 Не отличаются Видите Вот Значит Осталось Немножко Время Но все Таки Я скажу Утилита Див На самом Деле Утилита Патч Утилита Патч На самом Деле Умная Она Умеет Находить Обрабатывать Ситуации Когда Патч Так Назваемой Фазе То есть Когда Контекст Не совсем Контекст Ну вот Смотрите Давайте Вернем CPO3 O3 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 Я сказал O1 Давайте Мы Возьмем Файл O1 И слегка Его Отредактируем Ну например Вот Вот Вставим К нему Вначале Еще Строчку Запатчится Ли Такой Файл О Смотрите Патч Применился Со словами Что Контекст Двинулся На одну Строчку На самом Деле Полностью Мы нашли Контекст Какой Был Но Он В соседней Строчке Офсет Был Онлайн Хорошо Продолжим Наши Эксперименты А если Офсет Большой Ну не знаю Там Большой Офсет Пожалуйста Контекст Четко Отыскался Правда Со Офсетом 34 Строчки То есть Если Вы Накладываете Патч На файл Который Изменился В него Вставили Ноль функции Вставили Документацию Еще чего-то Но Тот контекст Который Вы На который Вы собственно Накладываете Патч Не изменился То утилита Патч С этим справляется Более того Утилита Патч При некоторых Условиях Я сейчас Не уверен Что у меня Все заработает Но тем не менее При некоторых Условиях Способна Даже Запатчить Ну Вот Сейчас Попробую Различающиеся Контекции Нет Файл Говорит Не хочет Так не хочет Окей Ну Не хочет Там Два пробела Здесь один А Вот Вот Сейчас 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 Ой Во Минус Элигнер Ватспейс Вот Кстати Тут есть Ссылка На Див 3 На Мерж Но Это Так Слово Ватспейс Ну Давайте Попробуем Вот так Сейчас Во-первых Удалим Удалим О1.resh Что такое О1.resh Давайте посмотрим Посмотрим Это Режептед Патч Это Тот Патч Который Не сработал Вот Этот Патч Нельзя Был Накатить Хорошо Удалим Его Попробуем Сделать Вот Так Вот Что-что-что Что-то Не то Сделано Ладно А Фу Того Господи Минус Л Тут Минус Л О Внезапно Патч Наложился На файл О1 Потому что Мы ему сказали Дорогой Друг Пробелы Нас Не Интересуют Давай Без Пробела И он Сумел Это Сделать Почему Так Сделано В Утилити Патч Потому что Пробелы В большинстве Языков Программирования Там С Ключением Может Питона Про Который У нас Собственно Разговор Пробелы В большинстве Языков Программирования Не значащие И если Люди Внезапно Взяли Отформатировали Свою Программу Убрали Там Табуляции Навставляли Пробелы Или еще Что-то То Было бы Очень Обидно Чтобы Все Патчи Которые Мы накопили За это Время Отвалились Тем 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 Менее Скажем В случае Питона Это Не Так В случае Форматирования Строк Перевода Это Тоже Не Так Не Всегда Это Хорошо Тем Не Менее Такие Вещи Умение Ок То есть Было бы Интересно Научить Гид Работать С этими Самыми Патчами Тем Более Что Он На самом Деле Умеет Мы же Это Видели Давайте Мой Садут Что Нет Целек Лен Ну Хорошо Так О Звездочка Да Значит Давайте Теперь Да Значит Почему Я В такой Верности Говорю Потому что GitLog Минус П Вот Это Вам Ничего Не Напоминает Да Это Самый Настоящий Практически Этот Самый Unified Див То есть Прямо Формат Патча Один В Один Видите С Минусом Плюсом Там Ну Все Как у Людей Единственное Что У него Более Хитрый Заголов Вот А так Прямо Смотрите Какой Это Воображаемый Каталог А С файлом rjd2.py Который Воображаемый Каталог Б Вот Те Изменения Которые Мы Внесли Короче Говоря Это Патч Чистой Воды Мы Можем Просто Взять Вот Эту Штуку Да И Ее Как это Делается В gt Сейчас Давайте Посмотрим Что У нас Так Ну Как обычно Давайте Мы Воспроизведем Вот Так Вот В Документе И Вот Эти Все Наши Сколько Там Куч Сначала Надо Эти Патчи Сформировать Сейчас Я вспомню Там Вот Есть Формат Патч Ну Да Ну Кстати Давайте Ман Посмотрим Вот Давайте Посмотрим Ман Обратите Внимание Да То есть Гид Прям Сразу Форматирует Патч В таком Виде Чтобы Можно Было Их По Почте Посылать Шикарно Вот Ну Тут Есть Всякие 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 Волшебные Штуки Это Все Не Очень Важно Главное Указать А Вот Зачем Я Старт Помесил Да Так Значит Чтобы Describe Сработал Нужно Сделать Минус А Че Я Думаю Ну да Минус А Че 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 А Что Ж Так Минус А Минус М Я Понял Минус А Минус М Вот Вот Так Ну да Значит Че я делаю Поясняю Значит Метки Которые Теги Которые Символьные Метки Для Этих Самых Коммитов Бывают Двух Видов Они Бывают Аннотированные И Не Аннотированные Не Аннотированные Они Чем-то Хуже Чем Аннотированные Не знаю Чем Вот Не вдавался В эти Подробности Но Фишка Стоит В том Что Если Вы Используете Некоторые Команды Которые Работают С Метками То Они Работают Только С Я Там Часом Не Переписал Ничего Да Это Что ж Так Фу Ну Наконец Прошу Прощения Значит В частности Командующий Гид Describe Она Описывает Текущее Состояние Репозитория По Тому По Ближайшему Идентифицирую Гид Объекту Вот Она Раньше Нашла Такой Вот Хоумворк Чего-то Там Я Думаю Что Тоже Тег Такой Да Вот Собственно От Этого Тега Она И Мерила Да Теперь Мы Поставили На То Место Где У нас Разработка Стоит Ветки Мастер Тег Старт И Она От Метки Старт У вас 6 Коммитов Вот Вот Метка Старт Ну Где Там Метка Это Самая Я Не Знаю Вот Метка Старт И Вот От Нее 6 Коммитов До Вот Эти Самые 6 Коммитов До Метки Документ Зачем Мне это Ввел Я Это Ввел Всключение Для Того Чтобы Сказать Гид Формат И Вместо Вот Этой Фигни Да Сказать Ему Просто Метку Старт Я Мог Сказать Здесь Мастер Это Что Произошло Смотрите Гид Автоматом Нам Создал 6 Файлов Новых Зря Я их Положил Сюда Но Можно Их Переложить Создал 6 Новых Файлов Каждый Из них В формате Патч В формате Дифа Вот Давайте лучше Вим Потому что Вот Да Уздаем Формат Вима Формат Дифа Разница Между Дифом И тем Что И тем Что Мы перед нами Видим В том Что это Внимание Полноценное Письмо From 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 Кто Адрес Дата Subject Текст Даже фигуринка Даже фигуринка Связанная с тем Чтобы В этом месте Как бы Отрезать здесь Да Вот То есть Это такая штука Которую можно посылать По почте Прямо Вот Такая Фигня Если ее засунуть В почтовую программу Она сразу идет Как письмо И вот этот человек Его получит А нет Этот человек Не получит его Это Кто его пошлет Чтобы его получить Надо чуть больше Вот Тут еще нету Нету Ту Потому что Мы не сказали Кому посылать Да А в основном Это очень похоже Прямо на формат Там На Этот самый Господи RFC 822 Что ли Ну короче На почтовой сообщении Вот Но кроме того Это еще и Файл Который Командочка Патч Сожрет За милую душу Потому что Вот она Патч Вот это Ровно Ну давайте Попробуем Да И вот таких файлов У нас нагенерилось 6 Это собственно Набор патчей Которые отличают Которые отличают Наше состояние От того На базе чего Мы это все сделаем Ой у меня время заканчивается Ну я уже почти закончил Значит Давайте мы это Уберем Туда вот Ой Мвэх сказал Вот Мы можем что сделать Мы можем применить Ну просто запатчить Это дело Но если мы хотим Просто запатчить Мы действительно можем сделать Мы можем сказать Патч минус P0 Минус P1 Патч минус P1 Это значит Убрать Сейчас скажу Ну давайте так Патч минус P Вот смотрите Ой Минус Не минус Препрост Вот так он О Взял Захотел Ну вот Я хотел сказать Что он не сможет А он смог Зараза такая Ну ладно И действительно Смог 20 Проблема состоит в том Что если мы просто применим патч То мы потеряем всю вот эту мета информацию Кто Когда Что сделал Какую задачу решал Вот Вот это вот Да То есть Плохая идея Нам придется самим делать коммит А зачем нам самим делать коммит Мы можем сделать так И сказать Git.am Оп Что при этом Обратите внимание Узнаете это сообщение Это же сообщение Выводилось Когда мы Когда мы делали rebase То есть В результате Мы взяли И наложили Сторонний патч Приехавший к нам Там По почте Или где-то еще Прямо из этого файла Вот Просто командочка Git.am Что из git.apply Чем они отличаются Я не помню Но вот.am Вполне подходит Вот На самом деле Мы могли даже сделать не так Мы могли сделать вот так Та-дам И Все В патче Которые приехали к нам От Какого-то Во-первых Добавились к нам в историю Во-вторых У них есть автор Отдельно У них еще есть коммитер Если это не я То есть Если бы Применял их Не Фрубер Джордж А кто-то другой То Коммитер был бы другой Но автор Все равно бы остался У них есть Да Что у них еще есть У них есть Коммит.id По-моему он сохранился Давайте на него посмотрим Нет Нет Да Нет Не сохранился Это коммит.id мой Ну значит нет Вот У них сгенерился коммит.id Но главное Что у них есть кто Когда Коммит.месседж Да Ну и вот это все Поскольку у нас Время уже поджимает Я скажу только что Ам и аплай Гораздо более строгие операции Чем патч То есть иногда Вы не можете Гитом наложить Замензить Не замензить Применить Соответствующий Коммит А обычный патч Отлично работает Вот Но это сделано потому Что на самом деле Вот этот супермозг У программы патч Он иногда Сбоит И применяется Не туда куда Нам Вот Ну собственно Вот Значит Мне кажется На сегодня Мы научились Издеваться Над историей Научились Немножко Производить И накладывать Патч Даже если Они Не мержатся Из нужного Гит-репозитория Просто полученные Там по почте Скаченные Откуда-то Вот это все Вот В качестве курьеза Могу сказать Что есть команда Правда У меня ее не стоит Есть команда Гит-емейл Что ли Она так называется Вот Гинсенд-емейл В котором Вы можете Прямо сказать Кому Посылаете Почту Она спросит Кому Она оформит Почтовое сообщение Она оформит Группу патчей Человеку Придет Вот это письмо И он Прямо Почтовый ящик Может применить Гитом К своему Исходнику Вот Такие Такие Значит Такой уровень Актоматизации Значит Если есть Какие-то вопросы То можно Попробовать Их задать Вот прям Срочно-срочно Вот здесь Вот в чатике Вот Ну поскольку Нет вопросов Тогда наверное Всем спасибо Спасибо за субтитры